Привет! Мы вернулись в вашу любимую Европу-Универсалис для проведения экономического эксперимента на сильнейшей державе 15 века Империи Мин. Главное условие – добиться максимального дохода и развития в кратчайшие сроки и оставаться на первом месте среди великих держав, не завоевав ни одной провинции. А если вам понравится видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В начале. В начале всегда нужны деньги. Владыка Поднебесной не может позволить себе содержание армии. Вся казна и так будет уходить на дорогих советников для поддержания меритократии. Вообще, китайская экономика стоит на трёх столпах. Налоги пока приносят наибольший доход. За ними идёт торговля. Всего в Китае 5 торговых узлов, и так получилось, что ни один из них не конечный. Дабы колониальные державы в будущем не воровали доход от торговли, необходим максимальный меркантилизм. Для этого сословиям даются права на монополии большинства стратегических товаров. Доходы от этого упадут незначительно, но сословия взамен каждые 10 лет будут давать деньги и повышать меркантилизм. Третий стол поднебесного мандата – это многочисленные данники. Сейчас от них нужны только деньги, хотя в будущем они могут давать очки для повышения развития. Первые годы казна за счёт сословий данников уже завалена золотом. Его можно тратить на улучшение торговых городов и постройку храмов, даже не дожидаясь принятия экономических идей. Китай не испытывает дефицита в золоте, что не скажешь об очках монарха. Главное при появлении институтов не улучшать столицу, где производится дешёвое зерно, а провинции с дорогими шелками. А дальше как повезёт, кто у вас будет у власти – невзрачный Ти Жен или Великий Си. Как бы не хотелось взять новаторские идеи первыми. Важнее экономические, а затем торговые. Шекелей много не бывает. За 30 лет доход увеличился вдвое. По всей Поднебесной были построены храмы и теперь необходима мануфактура. Даже там, где сословия имеют монополию, они будут приносить доходы за счёт торговли. Ох, Китай идёт впереди всей планеты. К концу 15 века возникла не самая приятная ситуация. Экономическое развитие опережает технологическое. Больше нечего строить и некуда тратить деньги. Вступив в Золотой Век, Китай займётся саморазвитием, улучшая провинции, производящие зерно, где не хватило места для строительства. Увеличивая торговые города до максимума и возводя величественные монументы. Ненадолго это отсрочило катастрофу, но после смерти Великого Оси, Китай достиг своего максимума на данный момент – доходов 200 золотых. И на полустолетие увяз в страшной стагнации, от интенсивного развития перейдя к экстенсивному. Наследники Великого Оси занялись методичным увеличением производства ключевых товаров. Это бумага, шёлк, сукно, соль, железо и так далее. Монополии на эти товары приносили сословиям весьма неплохие доходы. И как только меркантилизм приблизился к максимальным значениям, настало время отнимать монополию сословий. Только не всё сразу, иначе производство окажется разрушено. В итоге производство стало составлять важную часть дохода казны, став четвёртым столпом, на котором держится империя мин. Забавно, но Китай сам заменил сословия и стал монополистом, удерживая большую часть товаров, производимых в стране. Мало произвести, необходимо ещё и прибыльно продать. И несмотря на высокий меркантилизм, на все усилия многочисленных торговых флотилий, около пятой части производимых товаров утекают морскими торговыми путями в Европу. Отчасти эти потери возмещаются рынком Японии и Маньчжурии, полностью зависимыми от Китая. Япония вообще настолько экономически слабее Поднебесной, что Сёгун продался Китаю за копейки. Всего тысяча золотых, и там уже появилась династия марионеток Китая. По-моему, это не так должно работать. Проклятые Цинваны не хотят отдавать свою монополию на мете железа. Да, взамен они продолжают платить деньги, но на кой чёрт они нужны? Если Цинваны не отменяют монополию, тогда жестокий император Геншин отменит Цинванов. В Китае началась повсеместная резня благородных. Их место займёт Народный парламент Небес. А ловко это получилось. После уничтожения дворян задним и вся их земля перешла в личное владение владыки. Китай стал абсолютистским за столетия до изобретения абсолютизм. Доходы уже достигли 400 золотых. И хоть деньги девать некуда, этого всё равно мало. Место в Небесном парламенте даёт провинциям неплохие бонусы. Поэтому туда приглашаются важнейшие города, славящиеся своим производством. А затем вообще все провинции. Такой отчаянный шаг увеличил доход всего на 12 золотых. Однако парламент стал совершенно бесполезным. 111 провинций ни о чём не могут договориться. Демократия, как всегда, не работает. Появление всемирной торговли в Пекине было предопределено. Китайский рынок закрытый цикличем, что не мешает ему быть богатейшим на планете. Доход вырос до 600 золотых. Мы выжили максимум из технологического развития. И построили все типы мунуфактур и университеты. Последние ненамного снизили цену развития провинций. Но она становится слишком дорогой. Как-никак, за 150 лет Китай вырос ввысь, вдвое. И 111 провинций приближаются к настоящему потолку своих возможностей. И мы переходим ко второй, секретной части плана развития Китая. А теперь внимательно следите за руками. Ведь главный секрет заключается в Чукчах. С помощью исследовательских идей на Дальнем Востоке создается колония. И небольшой 100-тысячный экспедиционный корпус захватывает это коварное племя. Император Чин Чан Чон Чин был настолько впечатлен местными ледниками, что перенес столицу Поднебесной в Кагирин. В это же время китайские провинции перестают быть владением. И становятся одной большой торговой компанией, принадлежащей личной импературе Китая. Китайцы возвели все обычные здания. А теперь получили возможность построить еще и офисы торговых компаний, повышающие налоги производства, рекрутов и перенаправления торговли. На все улучшения ушли смешные деньги. 60 тысяч золотых. Осталось только вишенка на торте. Снизить минимальную автономию территории. И вот мы видим, как доход Китая 650 золотых в месяц вырос до 470. Стоп, что? У нас в стране это называется стабильность или отрицательный рост. Так или иначе, вышеперечисленное безумие делалось не для повышения дохода, а для насильного переселения китайцев на Камчатку. Добровольно никто не спешил ехать в ледяные пустоши. Император с помощью армии насильно начал вывозить людей. Часть из них погибла в пути от холода и голода. Империя потеряла около 200 развития, но добилась своей цели. Огромная столица блистала своим великолепием посреди ледников. Но самое главное, что на материковом Китае стало посвободнее и цена развития упала до копеек. То есть с помощью Чукчей мы смогли обойти хитрым путем потолок развития. Император Чинчанчончин не выдержал смерти стольких людей и отказался от престолов в пользу сына Омомуса. Следующие 50 лет мы только и делали, что улучшали наши провинции. Развитие подскочило на 800 и перевалило за 3000. Доходы вернулись на прежний уровень. А значит, тактику можно признать рабочей. Новое насильное переселение привело к потере лишь сотни развития. В то время как камчатская столица, названная Ли-Юэ или Басинг-Сэ, выросла вдвое. Но и цена развития континентальных провинций в этот раз не упала так низко. Значит, с каждым таким переселением оно становится менее эффективным. После второго переселения империя едва смогла набрать 600 развития за 50 лет. И третье переселение стало последним. В столице на Камчатке живет треть населения всего Китая. А в старых провинциях население уже больше, чем до начала переселения. Цена развития вновь стала слишком высока. И потери сотни девелопмента при попытке нового уже экономически невыгодны. Поэтому столица была перенесена назад. Из Басинг-Сэ в Пекин. Китай далеко не сразу вернулся к нормальной жизни. На национализацию провинции ушли долгие 30 лет. И Китай вновь воспрянут. Его доходы стали больше тысячи золотых. И он занял мировую экономическую гегемонию. Надеюсь, видео было не слишком скучным и оно вам понравится. Пишите в комментариях, что нового вы бы хотели увидеть после выхода дополнения в Европе. Потому что идеи у меня нет. Отдельное спасибо Алексею Котову, Кириллу Казакову, Гостеру Чанелу, Витя Черту, Никите Федькину, Сайбер Слуту, ОлПСД, Лакуа, Патрик Стеру Демихакину, Мистеру Алексею, Герман Элигу и Шейху Каджиту. А с вами был Роман. Спасибо за поддержку и до новых встреч.